Перед следующей песней нужно пояснить, что в ней есть два непонятных слова, которые употребляются. Это слова «ваи» и «машмет». Это районы города Воронежа, где в любое время суток очень легко выхватить от джентльменов, которых ты можешь встретить в подворотне. И показывать на меня почему-то при этом. Ну, Олег, я не знаю, можно ли от тебя выхватить. Как-то нас с тобой судьба не сталкивала в этом аспекте. Мы просто в «ваи» не встречались с тобой. Слушай, дело в том, что в Воронеже название этого района склоняется. Мы на «воях» не встречались. И я обычно спрашиваю у людей, а в вашем городе есть такие районы, как они называются? Заводская. Заводская? Так, дело в том, что у нас в Воронеже тоже есть заводская, но там относительно тихо. Пока что в конкурсе с самым брутальным названием неблагополучного района лидирует город Курск. Причем с большим отрывом, потому что я спросил, ну вот у вас какой район? И девочка так просто не улыбаясь ответила, волокно. После этого я понял, что пока Курск лидирует. В городе ничего не случилось, ничего не разбилось. Снова, откуда осколки летят и никого не щадят. И заливаются волки в скверах и на площадях. А вреда куда-то спешила, сломалась машина. Замерзли серые птицы в небе, а город замер надолго. Застыли во взмахе ресницы и у подъезда черная Волга. Мальчик, молча глядящий в небо, чего же ты ждешь? На город падает дождь, а скоро будет снег. Он белый хотя бы, а пока что октябрь. Здесь Бога совсем не узнали И никого не распяли. Только прохожий устал и спросил, да кто ты такой. Но слушать не стал и взмахнул непрежно рукой. А где-то в районе Машмета видел Сторож поддатый, как кто-то рогатый шел. И там вся мостовая избита, следами опыта. Мальчик, молча глядящий в небо, чего же ты ждешь? На город падает дождь, а скоро будет снег. Он белый хотя бы, а пока что октябрь пришел. И очередь на светофор рухнула за горизонт. Утяну за собой вои, а ты раскрыла яркий зонт. Над двоими пальцы, что когда-то были моими. Накрыли пальцы твоими. Мальчик, молча глядящий в небо, так это же я. Всю ночь у окна простоял. Никто ни в чем не виновен, но я бы предпочел бы наяву. Субтитры создавал DimaTorzok